всем привет доброе утро как то еще конца на проводе не знаю какой уже день мы в пути не знаю даже какой сегодня день что-то интернет у меня даже не работает на телефоне не знаю где утро все просыпаются хотела видео записать пока все спали такая тишина такая море смотрите какое нет ни одного ни одного вообще такая тишина только где-то вдалеке на острове там все стоят на раду видеть видно или нет лодки другие яхты только собачка с острова чего-то там ночью лаял приду на корму тут у меня уже народ собрался и вернусь к разговору с вами теперь надо учиться точно осторожно вы знаете у нас тут такая случилась вчера не позавчера даже я не рассказала случилось приключилась такая что макс это парень моей моей патчерицы да голландец это подвернул ногу он даже не почувствовал ребят я в тенечке боже какая тишина и спокойствие было конечно лучше было бы снять пораньше видео но ребята заснули на у меня тут тела были по всей по всей яхте там что конечно в каютах очень жарко тушно потому что кошки маленькие и продувается поэтому молодежь я вышла с утра смотрите сколько здесь людей молодежь просто я вышла где-то часов 6 утра смотрю тела по яхте разбросаны молодежь вылезла на и спала снаружи так что сейчас я вам покажу здесь вверху вроде бы взялось вверху две виллы очень красивые невероятно красивые виллы но там пляжик не знакомились с ребятами заказали ну арендовали эти виллы на airbnb да вроде бы как близко к морю вы знаете мы за ними наблюдали незаметные ребята достаточно молодые чтобы вернуться домой после пляжа после моря ну наверное минут 40 50 они поднимались можете себе представить вилла близко от моря но 50 минут вертикального почти практически подъема так что и по море пляж безусловно красивый вид но еще и тренировка физическая подготовка тишина здесь конечно очень закрыта но сюда мы явно больше не вернемся потому что ветра здесь нет но видно видите море пиата море вообще глаж видите ни одной волны наверно хорошо будет звук на микрофоне так что хотела сегодня рассказать ну мои на мои заметки по поводу как жизнь на яхте безусловно это точно не подойдет человеку знаете брезгли вам и такому такой чистюле не хочу сказать конечно что мы живем как цыгане ну знаете человеку который очень педантичный и такой вот во всем что аккуратно и то конечно сложно потому что я вам показывала в предыдущем видео нашу комнату нашу кухню наш быта ну очень тесно там знаете 6 человек конечно все равно все и пачкается и падает и все это моется водой из моря естественно соленый поэтому конечно вот человеку со слабым желудком тоже пункта подобный отдых вряд ли подойдет потому что это сейчас где я снимаю видео очень так спокойно умиротворенно но очень многих местах конечно качает и ночью качка не прекращается поэтому если человек уже там например в машине даже себя плохо чувствует то конечно такой отдых для него будет не отдых а скорее мучение да кстати моя . вот она укачивается быстро да она не захотела к нам присоединиться но все таки я заставлю мы следующий раз будем выходить может быть на один день на два ну вот так вот маленькими дозами так что вот дотя если ты меня сейчас смотришь и ее парень тоже я вот такое вот вам официальное приглашение очень ждем что вы к нам присоединитесь только вас не хватает здесь так что еще перед пропала сказала про чистоту про качку ну и людям конечно принципе нужно быть здесь позитивно потому что если вот итальянцы есть у них существует такая пословица слабарка селитико то есть это означает что на на яхте все ругаются потому что замкнутое помещение вы находитесь 24 часа в сутки знаете все в открытый тут как бы истеснительно и бесполезно потому что мы все ну очень тесно помещение поэтому тут конечно если человек вспыльчивый там или как-то вот в плохом настрой в таком периоде жизни когда вот его много чего раздражает то конечно это надо забыть про такой вид отпуска потому что выскочит все по все разругаются а сбежать особо некуда потому что вы здесь ну ограничены на весь период отпуска ребята только проснулись знаете может быть и я не сильно там утренний человек просыпаюсь и люблю знаете тишину и спокойствие все же сразу же моментально начинает разговаривать общаться смеяться чтобы как-то друг друга поддерживать это очень важно конечно чтобы поддерживать приятную добро и веселую атмосферу да каждый день каждый делает свой вклад свой кусочек чтобы не нести негатив ну вот так основные три правила вот сегодня вам рассказала сейчас мы обойдем остров конца пойдем еще в одно новое место не знаю посмотрим как у меня там будет со связью буду ли я что-то записывать ну вот такое коротенькое видео сегодня вам сняла всем как всегда спасибо большое за внимание всем кто смотрел это видео до конца желаю всем хорошего дня позитивного настроения всего самого наилучшего чао на когда вы видите вы должны кричать ЛИПЕРО ЛИПЕРО ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Libero!